Здравствуйте! О главных событиях в Саратовой области расскажу вам я, Дарья Родионова. Гранилище приспособлено для людей с ограниченными возможностями и детей. Его стоимость около 6 миллионов рублей. Ежегодное содержание обойдется областному бюджету в 500 тысяч рублей. Спасибо за уют и чистоту! Жители дома по улице Парковая решили нестандартно поблагодарить администрацию за ремонт придомовой территории по партийной программе. Для жильцов это хороший повод устроить торжество, ведь ремонт дорог не проводился более 30 лет, а теперь во дворе приятно погулять и детям, и пенсионерам. Жители пели песни под гармонь и устраивали конкурсы. Собираются и сами облагораживать территорию, посадить цветы и деревья. Таким образом, в Саратове уже отремонтировано более 100 дворов. На следующий год работа планируется продолжить. Половина собранного зерна в Саратове пригодна только на корм животным. Специалисты Россельхознадзора провели проверку качества урожая. Сообщили, что 50% зерновых низкого качества, так называемый фураж, то есть корм для скота. Мониторинг проводился на пшенице, на ржи, ячмене и прочих культурах. По их мнению, это связано с аномально жаркой погодой минувшего лета и засухой. Неблагоприятные погодные условия сказались не только на количестве, но и на качестве зерна. Овощи за 10 рублей. Именно по такой цене будут продавать свою продукцию саратовские производители. В предстоящую субботу на Театральной площади и в поселке Юбилейный пройдут продовольственные ярмарки. На них саратовцы смогут приобрести не только овощи, но и мясо, колбасные изделия, молочную продукцию и рыбу по низким ценам. Одна из самых крупных торговых сетей Саратова несколько лет нарушала права своих работников. Как показала проверка, администрация магазина «Минима» пренебрегала трудовым кодексом. Неоднократно задерживалась заработная плата и не велась учетность отработанного сотрудниками времени. Также в документах руководства магазина содержится информация о том, что сеть работает 5 дней в неделю только в дневные часы. Проверка же выяснила, что супермаркеты были открыты круглосуточно. В результате минувшего урагана в Саратовской области произошло несколько крупных ЧП. Огромная ветка на улице Шухурдина упала на молодую девушку. Ее сразу доставили в шестую горбольницу с сотрясением мозга. Пострадавшая скончалась сегодня ночью. Напомню, ранее старый тополь на улице Мичурина повредил 8 машин. Администрация города предупреждает жителей об осторожности, ведь осенью такие штормовые удары будут не один раз. Саратовцы стали реже употреблять некачественный алкоголь. По данным Роспотребнадзора, с начала года зарегистрировано более 700 случаев отравлений этиловым спиртом. Из них около 300 со смертельным исходом. И все же это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В реке Медведица обнаружены канализационные стоки. С жалобой в инспекцию по охране природы обратились местные жители, которые почувствовали неприятный запах. Воду в реке взяли на лабораторные исследования. Результат – в 30 раз превышение допустимой нормы. После проверки выяснилось, что в предусмотренную ливневую систему попали отходы из канализационных сетей. Причины аварии выясняются. России важен каждый. Сегодня в стране стартует перепись населения. В акции примут участие около 9 тысяч переписчиков. Каждый человек, участвующий в проведении регистрации, будет иметь фирменный синий шарф, чемоданчик, фонарик и свисток. Документы, которые должен переписчик показывать саратовцам – удостоверение с печатью «Саратовстата» и паспорт. Жители, которые не желают общаться с участниками компании, могут прийти на стационарные участки или поучаствовать в переписи по телефону. Акция продлится до 25 октября. Первые итоги будут подведены только в апреле следующего года. Кто пытался заработать на крыше нового здания театра юного зрителя, пытается выяснить прокуратура. Дело в том, что на известном саратовском долгострое размещены базовые станции операторов сотовой связи. Напомню, просьбой разобраться в ситуации к силовикам первыми обратились депутаты Государственной и Областной Думы. Как отмечает агентство Саринформ, антенны не могли быть размещены без ведома директора ТЮЗа Валерия Райкова. Если этот факт будет доказан, то ему могут предъявить обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. В этом случае Валерию Райкову грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться, кто конкретно получал доход от незаконной сдачи в аренду крыши ТЮЗа. Это все новости к этому часу. Следите за событиями города и области вместе с Форпост ТВ.